Всем привет! С вами я, Олег Штейн, и я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас очередная рубрика «Обозрим». И на обзоре у нас сегодня долгожданное издание от группы «Король и шут». А конкретно это второй том виниловых пластинок из цикла «Быль и небыль». Эти пластинки были выпущены под издательством ZPS Records. Кстати, чуть больше года назад я делал обзор на первый том этого издательства. Советую заглянуть, ссылка будет в описании. Давайте обзор начнем по хронологии, с первой главы второго тома, а конкретно с четвертого студийного альбома, который имеет название «Герои и злодеи». Альбом был выпущен 13 апреля 2000 года. Запись альбома производилась с конца 1999 года по начало 2000 года на студии «Добролет» в Санкт-Петербурге. В этом альбоме группа пыталась приблизиться к современному звучанию западного панк-рока. Звукорежиссером данного альбома стал гитарист группы «Алиса» Евгений Лёвин. Теперь пришло время перейти к виниловому изданию этого альбома. В моих руках находится издание на черном тяжелом виниле. Упаковка имеет форму «Гейтфолт». Покрытие глянцевое, отличного качества. Картон также на высоте. Детализация просто мое почтение. На обратной стороне присутствует стандартная информация. Это трек-лист и информация об издании. Вид торца. Вот такое вот изображение присутствует на развороте. Теперь пришло время заглянуть в рукав. И в рукаве находится многостраничный буклет с уникальными архивными материалами и комментариями от Андрея Князева и Александра Балунова. И я немножко похвастаюсь. Мое имя, фамилию и отчество было вписано в буклетик. Знак благодарности за поддержку группы. Теперь быстренько пролистаем. Качество буклетика, кстати, на высоте. Прямо журнальное качество. Изображение фотографии просто сногсшибательное. Однозначно 5 баллов. Также в комплекте присутствует 7-дюймовый винил с неизданным материалом из архива Александра Балунова. Давайте быстренько посмотрим на этот миньончик. Он находится в бумажном черном конверте без антистатики. Вот такой вот маленький черный винильчик. Скорость воспроизведения, кстати, 45 оборотов в минуту. Вот мы и добрались до основной пластинки. Винил упакован в черный антистатический конверт, что очень радует. Вот сам черный винильчик. Хорошего качества. Яблоко стороны А. Обратная сторона винила. И яблоко стороны В. Что касается звука, звук на этой пластинке меня устроил больше чем. Все сбалансировано, ничего лишнего нет. Что касается дефектов, на этой пластинке я их не обнаружил. Что не скажешь на последующей пластинке, но это да. Теперь давайте перейдем ко второй главе, или к пятому студийному альбому, который имеет название, как в старой сказке. Этот альбом был выпущен 12 ноября 2001 году. Запись студийки происходила на студии «Мелодия» в Санкт-Петербурге. Впервые в запись альбома «Короля и счета» принял участие гитарист Александр Леонтьев. Незадолго до этого присоединившись к постоянному составу группы. Это первый альбом, записанный по контракту с компанией «Мистерия Звука». Перед вашими глазами находится первое издание альбома, как и остальные, на двойном черном виниле. Упаковка имеет вид привычного гейтфолда. Качество картона на высоте, покрытие глянцевое. Полиграфия очень качественная, все красочное, детализация отличная, никаких пререканий. На обратной стороне присутствует традиционный трек-лист и краткая информация об издании. Вид торца. Вот такой вот красочный разворот. В этом издании также присутствует буклет с редкими фотографиями и с комментариями музыкантов, причастных к созданию альбома людей. Пластинки находятся в черных антистатических конверках. Качество винила хорошее, нет никаких разводов по царапинам. Вид яблок стороны А, Б, В, Г. Но, к сожалению, обошлось и не без дефектов. Повторюсь, качество винила хорошее, но вторая пластинка оказалась с заметной восьмеркой. Вы можете это наблюдать на видео. И, к счастью, это на качество воспроизведения не повлияло. Слушать все равно приятно и комфортно. Дефект, скорее всего, связан с условиями его хранения. Напишите в комментариях, есть ли у вас подобные нюансы с этим изданием. А звука, как и в остальных пластинках, мне понравилась. Никаких технических характеристик я вам не озвучу, так как нет возможности и опыта в его анализе. Мы перешли к заключительной третьей главе, или конкретно к шестому студийному альбому, который имеет название «Жаль, нет ружья». Альбом был выпущен 10 октября 2002 году. Это последний альбом группы, записанный в золотом составе и при участии скрипачки Марии Нехвёдовой. Это первый альбом со времен «Камнем по главе», на обложке которого были изображены участники группы. Давайте перейдем к физическому виниловому носителю. Альбом записан на двойном черном виниле. Качество упаковки все так же потрясающее. Покрытие глянцевое, так что лучше брать ее в перчатках, а то от пятен замучитесь протирать. На обратной стороне стандартная информация. Это трек-лист и информация об издании. Вид торца. Вид разворота. Также буклет с фотографиями и комментариями создателей. Вот перед вашими глазами сами черные пластинки. Качество все так же хорошее. Никаких царапин. Никаких разводов. Вид яблок стороны. А. Б. Б. Г. Что по звуку все так же. Все отлично меня удовлетворяет. Но есть также маленький дефект. На второй пластинке немножечко смещен центр. От этого игла немножечко шатает вправо и влево. Но также на звук это вообще не влияет. Вот мы и посмотрели все три пластинки с второго тома «Быль» и «Небыль». По итогу хочу сказать, что издание от The Best Records вышло хорошее, очень информативное, красочное и, главное, качественное. Я нисколько не пожалел о приобретении этих пластинок. Теперь остается ждать анонс третьего тома пластинок, который я бы с большим удовольствием приобрел. А на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, и тогда вы не пропустите выход нового видео. И пишите в комментариях, что думаете об издании пластинок от группы «Король пишут». До свидания!